В этом году был основан печально известный город Припять. Дуглас Энгель Барт официально патентует изобретение под названием Индикатор XY позиций для системы с дисплеем. Проще говоря, первую компьютерную мышь. Сборная Бразилии выигрывает очередной чемпионат мира по футболу, а в Лондоне при весьма противоречивых обстоятельствах умирает один из самых значимых музыкантов в истории рок-музыки. Джимми Хендрикс – один из семи великих музыкантов, ушедших в возрасте 27 лет и пополнивших печальный список, позднее названный Клуб 27. Тем временем в мире литературы происходили не менее значимые события, о которых мы и поговорим далее в нашем ролике. В 1970 году Курт Вон и Гуд младший, американский писатель-сатирик, который по праву считается одним из наиболее значительных американских писателей 20 века, впервые издает сборник сочинений под названием «Табакерка из Багомба». Это собрание ранних рассказов, пропитанных иронией, наполненных незаурядным юмором, в котором фантастика неразличимо переплетена с реальностью. Эти рассказы были написаны задолго до их публикации, да и в целом до выхода его великих работ, таких как «Сирены Титана», «Мать-тьма», «Колыбель для кошки», «Бонни номер пять» или «Крестовый поход детей». Однако уже тогда в них прощупывался его уникальный стиль, который мы все так любим. Сюжеты рассказов относятся к классической школе, но в них ярко сформирован саркастичный, немного сюрреалистичный вонегутовский юмор. Данный сборник был написан в память сестры писателя Элли. Позднее это собрание сочинений переиздавалось еще как минимум два раза, что только подтверждает его актуальность и значимость. Спустя 9 лет после смерти Эрнеста Хемингуэя в 1970 году мир увидит одну из его последних великих работ. Роман под названием «Острова в океане» – это одно из трех больших произведений Хемингуэя, изданных после его смерти. Он задумывался как ответ писателя на негативные отзывы критиков на роман «За рекой в тени деревьев». Работа над «Островами» началась в начале 1950 года и уже в 1951 была написана основная часть. Данная рукопись в черновом, но почти законченном варианте, была найдена после смерти автора его четвертой женой Мэри Уэлш Хемингуэй среди 332 других неизданных ранее работ. Острова в океане тремя частями охватывают различные периоды жизни их основного персонажа Томаса Хатсона. Сначала три части были названы автором «Море, когда молодой», «Море, когда отсутствовал» и «Море, когда жил». Однако эти названия были изменены автором на «Бимени», «Куба» и «В море». Название последнего с английского «Ad Sea» – англоязычное идиомо-словосочетание «В тупике». Все эти материалы жена Хемингуэя отредактировала и объединила с другими рассказами об островах, назвала «Острова в океане» и опубликовала в 1970 году. Ее предисловие к роману выглядит достаточно лаконично. Готовя эту книгу к печати, я работал над рукописью Эрнеста вместе с Чарльзом Скрипнером-младшим. Помимо чисто технической правки, касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокращений, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана Эрнестом, мы не добавили ни единого слова. В сентябре 1970 года вышел в свет последний шпионский роман Великой Агаты Кристи под названием «Пассажир из Франкфурта». Публикация романа была приурочена к 80-летнему юбилею писательницы. Роман рекламировался как 80-я книга Кристи. Роман состоит из трех частей – предисловия и эпилога. В предисловии к роману Агата Кристи так отозвалась о своей работе. Чтобы написать роман в этом 1970 году от Рождества Христова, необходимо, чтобы он не противоречил истинному положению вещей в мире. Если сама жизнь фантастична, то таким должен быть и ваш рассказ. Он должен стать буфонадой, включать причудливые факты повседневной реальности. За 12 лет до своего литературного триумфа в виде Нобелевской премии по литературе 1982 года Габриэль Гарсия Маркес уже был известен мировому читателю за великий роман «100 лет одиночества». Но сегодня речь идет о 1970-м, и именно в этот год выходит его документальный роман «Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля». Он был посвящен реальной истории восьми моряков военного корабля, смытых за борт во время шторма и найденных только через 10 дней. Что пережили эти люди? Как боролись за жизнь? Обычный писатель превратил бы эту историю в публицистическое произведение, но под пером Маркеса реальные события стали основой для гениальной притчи о мужестве и судьбе, тяготеющей над каждым человеком, о судьбе, которую можно и нужно преодолеть. В 1970-м году величайший Стивен Кинг только-только пробует себя в литературе. Его творческая карьере всего три года, и в это время публикуется один из его первых рассказов под названием «Ночная смена» – бестселлер, действие которого страшит своей реальностью. Через восемь лет этот рассказ вошел в одноименный авторский сборник, а в 1990-м году будет экранизирован все под тем же названием «Ночная смена». Роман «Земля обетованная», опубликованный в 1970-м году, является последним романом Эриха Марии Ремарка. Возможно, он был самым крупным, возможно, самым сильным, возможно, самым трагическим. Почему возможно? Потому что роман не был закончен. Смерть Ремарка 25 сентября 1970 года оборвала работу над ним. В архиве писателя остались три редакции произведения и наброски финала, на основании которых была подготовлена посмертная публикация. Стоит отметить, что в его родной Германии «Обетованная земля» вышла в свет лишь в 1998-м году. 1970-й год также стал знаковым и в жизни великого американского писателя Ирвина Шоу. А его роман «Богач-бедняк» моментально стал бестселлером, идеально описавшим все проблемы, с которыми сталкивается отдельно взятая семья в попытке воплотить в жизнь ту самую американскую мечту. Грамматические события романа разворачиваются на фоне декораций послевоенной Америки, что помогло ему стать каноническим в своем роде произведением. И в конце я бы хотел уделить внимание тем авторам, которые в этот отчетный год получили самое высокое признание от мирового литературного общества. Нобелевской премией по литературе 1970 года был удостоен Александр Исаевич Солженицын с пометкой «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Нравственность или скорее смелость автора можно прочувствовать даже в самой идее создания нечто подобного архипелагу ГУЛАГ. Но автор не побоялся и довел дело до конца, несмотря на политические репрессии и изгнания из родной страны. Букеровскую премию в этом году получила Бернис Рубенс за свой роман «Избранный член». Пуллицеровскую премию в категории «Художественное произведение» получила Джина Стаффорд за «Избранные рассказы Джины Стаффорд». Пуллицеровская премия в категории драматического произведения для театра досталась Чарльзу Гордону за пьесу «Негде быть кем-то». Итак, с вами был канал Якибук и самые значимые события в истории литературы, произошедшие в 1970 году. Не переключайтесь! КОНЕЦ